Хм, здравствуйте друзья, с вами как всегда Андрей Доцент и это Devil May Cry, мы продолжаем задание 17, раздельный подарок, одолеть дракона, чего, дракона, и войти в тронный зал с помощью ртути, да, ну что-то с драконом драться мне как-то не очень-то и хочется, но видимо придется. Ладно, давайте приступим, я в предыдущей серии, помнится, не ту дверцу выбрал, а я перепрошел ее и собрал, в общем, все имеющиеся секреты, какие только есть, так что можно смело продолжать двигаться дальше. Такс, я так полагаю, мы теперь очутились в мире потустороннем, да, или где-то мы сейчас, или мы пока что в замке, господи, да и как понять, какой из них потусторонний, а какой нет. Вот, вы гляньте, тут у нас вон сколько вариантов, да, можно сюда пойти, туда пойти, целая куча просто возможностей, только интересно, здесь есть дверца? Хорошо, что у меня есть люминесцентный камень, который позволяет мне подсвечивать все мои перемещения, нет, тут на самом деле вариантов не густо, как я изначально думал. Остается двигаться только наверх, ну тогда погнали. Библиотека. Да? Здесь описывается война между человечеством и потусторонним миром. Перечислено множество проходивших сражений, есть даже список имен исторических личностей. Неплохо так. Так. Прямо сеть порталов открылась. Картина Колизея похожа на обычную мысляную живопись. Минутку. Похоже, полотно колеблется, как поверхность воды. Так. Нырнул. Где ж это я очутился? Понятное дело в Колизее, но где именно? Я же здесь пернатого грохнул, насколько я помню. Хм. Странновато. А вы те самые драконы, да? Смею заметить. Ох ты. Прямо протеже Цербера. Ничего себе. Ой, блин. Да вы чё творите? Ладно. Видит Спарда я не хотел. У нас просто замечательное решение всех проблем. Чё-то как-то не очень-то стойте. А может быть надо что-нибудь в противовес поставить их ледяной стихии. Допустим, огненную ифриту. Во. И так тебе. Чё делаешь? А, он хилится. Да? Весьма недурно. Более чем. Ладно, побегаем с ифритом. Блин, локации вообще прямо в загляденье. Что-то с чем-то. Ох, здорово. Так. Зараза. Ты когда что, сдохнете-то? Яперкот! Вот это я понимаю. Убойная сила. Собрушительная. Давай. И... Хадукен! Хадукен! Во! Ничего себе! Вот это я называю мощь. Икс. Куда ты стреляешь? Враги тут. Во! Дэвилтриггер как быстро восстанавливается. Так, тут надо посерьезнее что-нибудь. Во! Прямо насквозь их просто. Насквозь! Вот это я устраиваю сатану. И... Раз! Чё, походу, я их там прибил нафиг. Нет, ещё жив кто-то остался. Ну, уже как бы и нет. Так, всё это, конечно, замечательно. Но мне интересно, куда это всё ведёт? Так-то... Постойте, я откуда вообще пришёл? Я пришёл отсюда, да? Нет, не отсюда. Я вообще с другого места пришёл. Куда же это ведёт? Так, нет, ребят, давайте-ка мы сначала будем как-то по порядку всё делать. Да что ж вы... Всё, никак не успокоитесь. О! В оператора стреляем. Вроде как нормально, да? Ах, недорно. Так, да, я... Я пришёл отсюда. Да что б тебе... Ага. Хочешь заценить огонь? Блин, хотел фаербулл метнуть, но... Достал гранатомёт. Неизвестно, чему бы больше он удивился. Всё. Стойте, чё-то грохнулось. Хм, какой-то звук был металлический, будто что-то отвалилось. Так. Дверь не открывается, посередине имеется круглое отверстие. Покажите самоцвет с лунным светом. Понятно. Всё-таки надо туда идти было. Эх, да, ладно. Я вас слышу, что там кто-то ковыляет конечностями. Точно. Всё никак. И... Раз! Прямиком в рай его отправил. Аперкотом огненным. Минуя ад. Такс. Ну, погнали. Глянем, чё здесь. Ракурс такой классный вообще был. Оооо! Что это было? Теперь сила дракона действует и на него. Это нельзя обратить. Здесь кое-что написано. Стоящий на пути дракона Плутона. Докажите свою храбрость своим мечом, и дракон падёт от собственного пламени. Понял я. Отбить надо, да? Ну, давай. Нормально? Я красавчик? Ооо! Ещё раз! Блин! Дракон, ты чё-то какой-то... Это прям... Ооо! Понятно, с каким дело драконом иметь нам. Ну, как интересно. Так... Что это такое? А, вот! Эх! Вращаем! Так, понял. Крути! Крути, крути, крути! Вращаем этот стик. Опа! Сплэндит! Только я вижу, тут есть что-то интересное. Что-то скрытое от глаза. Или мне кажется? Наверное, кажется. Что-то... Хотя... О! Ну-ка! Мда Ну понятно, как бы нам предлагают Использовать вот эти вот подставки Чтоб забраться Стойте, а чё там? У нас тут типа секреты? Или что? Так, давай-ка Ну, Данте Понятно, я иначе не смогу забраться Намёк ясен Придётся нам Заняться акробатикой Причём такой Так Ага Вот и всё Ртуть Хрустальный шар Наполненный ртутью Ртуть обладает лудной силой Которая топрёт запертые двери Спасибо Чё у нас тут? Наверняка что-нибудь есть Ну чё, ничего нету что ли? Да, но Не верю Должно же быть что-то Может быть тут Попрыгать Чё-нибудь Посмотреть Нет Какое несчастье Ничего нету Вообще По воздуху хожу Обалдеть просто Ну ладно Давайте двигаться дальше У нас есть Этот Самоцвет Кстати, картина что-нибудь скажет Нет, ну картины какие-то вообще жуткие Им только В астрале место И никак иначе О Появились Ладно Давайте их мечом Порубим Соберём Дэвилтриггер Хотя лучше всего С этой задачей справляется наш Гранатомёт Не, мне просто вообще прикалывает Такие экзотические виды оружия там И Фрид Алластер Да Да и вообще Сама обстановка вся такая Весьма мистическая И тут на тебе Решающий аргумент В любых спорах И проблемах Гранатомёт Всё так банально Но эффективно Окей Ну хорош Во Порубим Вас мечом Сколько Швостам А Они просто Появляются Я их как это В тире Так Вообще Обалдеть Это кто там Смелый такой В меня Чё-то Плюнуть Вздумал Так Ну вроде Всё Да Да Демонические Аниматроники Склеили Ласты Двигаем дальше Дверь не открывается Посередине Имеется Круглое Отверстие Покажите Самоцвет С лунным светом Не использовать Этот самоцвет Ртуть Точнее Да Здорово Просто Обалдеть Ух ты Какой трон Престол На котором Должен Восседать Смотритель Замка Чтобы наблюдать За своими Скромными Торжествами И заседаниями Судов Обалдеть У тебя есть Храбрость И честь Мне это нравится Но очень жаль Что ты служишь Мондасу Ладно Ух ты Декс Ну давай Подеремся Комбинации В помощь Главное Не попасть Под его Удар А то Как вы видите Он чертовски Большой Будем его Девил Триггером Валить Слушайте Он Не в пример Лучше чем В прошлый раз Блочит Мои удары И он стал Гораздо Больше чем В прошлый раз И меч О Знакомый Стиль ударов Да ребят Не находите Полетели Так Ах ты Зараза Подловил Меня Ведь еще Так Лови Ага Перестрелка Просто Перестрелка Идет Магия Против Техники Так Обалдеть Ладно Это может Затянуться Все Девушки Девушки Как Девушки Сейчас Против Верджо, Данте, с днём рождения! Вау! Круто! Я хочу шоколад! Нет, я хочу шоколад! Трис, Верджо был побеждён! Ты знаешь, что должна делать! Теперь ступай! Да, господин. Ну вот и всё, друзья. Победили мы старшего брата нашего главного героя. О, и получили вторую часть медальона, который достался в наследство от матери. И у нас есть меч Спарды. Ну что, в следующей серии глянем, что это из себя представляет за это мощь Спарды. Ссылки на плейлист группы ВК, Фейсбук, Твиттер, снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.